Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы внешне будем активными, но естественно, иногда масло одевается, и как будто мы стараемся, у человека голубой будет падать, он где-то так устал, он снимает масло, и все, я устал, там не надо здесь быть литом, и не надо быть каким-то таким, и мы устаем, и что? Мы постоянно утром снова масло, поэтому если у нас внутри есть напряжение, это я, внешне мы будем пассивны, так мы не улыбаемся, у нас все равно будет очень тяжело в жизни быть и жить с этой активностью, поэтому по этому мы находим тишину, внешне, естественно, у нас приходит активность, мы, естественно, выглядим, не только выглядим, мы чувствуем себя хорошо, и поэтому упражнение нашего дерева, оно такое самое важное, хочется донести его. Хочется донести через динамику, может быть, конечно, так скажем, тихонечко у нас подвести к тому, что побыть деревом не совсем толстым, иногда время пролетает, самое большое, которое мы выставили в нашей практике, это 3,5-3,5-3,5-4 часа, пролетало время, конечно, это не так, можно говорить, но оно пролетало не так, как 4 часа, и вы даже будете в практике, будут полчаса стоять, и вам будет показаться, что это 10 минут. Потому что вы будете научены уже к этому принятию, и у вас в этой ситуации очень долго, так скажем, в жизни часто сталкиваются с тем, что где-то нужно принять, принять, успокоиться. Любая там ситуация, где нужно просто будет спокойствие, время пролетает быстро, оно даже работает на вас, оно сопрещается, оно дает вам силы, дает вам возможность не подразиться лишний раз. И я хочу очень прочесть письмо одной девушке, которая уже сейчас, получается, давно занимается тем, что она была новичком, мы когда-то встретились, мы, как сказать, действительно объединились энергиями, то есть когда мы занимаемся долгой практикой, люди находят друг другу, как спортсмены, или как художники, друг другу находят друг другу, искусство, знаете, находятся очень сразу точки пресечения. Я потом написала эту письмо, я ее читаю каждый раз, я буду, и она вдохновляет очень. Послушайте, послушайте, пожалуйста, спинка прямая, почему я не люблю инцелуи, так называется ее письмо. Все четыре ступени инцелуи я прошла в таком-то, таком-то году, это было лет, скажем, 8 назад. Но летний, конечно, мой модернизм, как же без него, не давал 18 регуляторов, а тем более каждый день. Дело в том, что в практике нужно стоять хотя бы полчаса, хотя бы полчаса в день. Мы с вами два дня подряд выставили первый день, 8 минут, второй – 11 минут, почти. Но было не легко, это было видно. Не давали мне заниматься регулярно, ленью, телевизор, не давали мне заниматься регулярно, тем более каждый день. Хотя чуть в саму моей жизни начали сразу же, как только или просто попытки практиковать. В таком-то году я решила изменить место жительства, переехать на работу в другой городе. И почему? Жизнь всячески объясняла мне, что должно быть место в жизни и для духовной практики, а если точнее, для изменений в себя. Что-то очень сложное. По годы прошив на разделение у родственников, устал ждать обещанного рабочего места, до которого я, собственно, и переехала, без денежки, а также устал от своей депрессии, которая успешно задала себе в любви, в любом удачных изделий и одиночества, я пообещала под новогодние куранты, что я буду заниматься каждый день и весь год, 40 минут в деле, несмотря ни на своё настроение, ни на желание или его отсутствие, ни на погонные условия, перелёты, переезды и так далее. Ведь в суток 24 часа, неужели я не могу найти 40 минут хотя бы для изменения своего сознания, для очищения, для доказательства самой себе силы практики и укрепления моей веры? Я решила проверить на практике, что такое медитировать. Не помню слова одного инструктора, «Позанимайтесь три месяца и посмотрите, как изменится ваша жизнь». Я решила только в руку. Сначала было безумно тяжело. Заставить своё тело стоять неподвижно во первой ступени 40 минут. Зачем? Говорил мне, какой долг идти телом заебись. Убедительно, не так ли? Особенно начинающему, оттеклующему, водилоческому человеку. Я говорила себе, я буду просто стоять. Пусть мне не будут мысли одолевать, я бы не силы это контролировали, но я же могу понять хотя бы своими телами. Так прошло первые три месяца. Иногда предлагила стоять глубокой ночью. Иногда это первое утро, но я старалась. Хотя на состоянии тишины ума была обых, как далеко. Просто стой, говорила я себе. Может быть, со временем ты почувствуешь, как потом, то потом и научишься отключаться. Так прошло вот. Стоит сказать, что уже через два месяца отростковника я переехала в двор тела, потом нападила в десяти минутах от моей работы в центре рекомендуемства. А до этого дорога занимала два часа в пустую. На работе не только взяли, но и отстелили мои скорбные способности в друге, а резко стало всех уже. Параллелью смешно сдала тесно нужные в баллелье, как в следующем странице. За убежи. И теперь мои документы на стадии отправления нужны не только мои, но и моему мужу, с которым мы познакомились именно на практике этой методики. Сейчас, в какой-то год, наши дочки уже длинники. Наверное, стоит добавить итог, что дела и мужа пошли в город через некоторое время после нашего ума снятия. В таком-то году мне уже не нужно было убеждать, что нужно заниматься. Лишь свободу чудесного произошло в моей жизни. Но все внешние изменения были, и это не целью моей жизни. Успокоить его, поймать это состояние гармонии, целостности. Единство с Богом, и то, чего я хотела. И вы знаете, у меня стало полчаса, но уже ищет более черепа. Сейчас, в маленькие времена, у меня граница нет, если в космосе. На моем временном нужно счастливое, спокойное, нормально. А моего мужа, жена, поэтому я буду медитировать, я просто хочу указать. И мне чего-то могло, в принципе, не хватает уже без медитации. И еще, как-то целый день, я был настолько заботен, что не было ни одной свободы, в минуту, не вычисли. Вечером и ночью меня уже ждал поезд или на плосках поиска Петер. И не оставалось никаких шансов, чтобы нигде там можно было быть в предъявлении и постоянное время. И мне оставалось признать, что я ничего не могу сделать с этим. Но обещание про каждый день и не сдержает его чудо. Проводница любезно предложила мне свою купаль, и все доступно мне плату. Так сверху мне не могли не нарушать мою аскету. Люблю целую. Желаю всем научиться медитировать. Кто очень хочет, добро получится. Рано или поздно. Спасибо всем моим учителям. Достаточно достойно, правда, он будет такой. Я знаю, что она сейчас за границей, напишемся, и действительно со временем даже, такая легкая в лице, когда маленький дед немножко чувствуется загруз. Какой-какой-то немножко грузняк. Здесь как-то все. Деденыш, она сюда приезжала. Деденыш, что без мамы, без няни, она здесь спокойно медитировала. Мы даже в процессе сна медитировали с ней полтора часа по морю стояли, недели. То есть это все возможно, если вы захотите. Вот это спокойствие, оно давало прийти за первые 10 минут на пробуждение ребенка, ребенок маленький. Но это не настолько как все. Если вы захотите, делается не в том, что это цикунки, что это молитва, тоже долгосрочная, он тоже дается результат. Поэтому я уже говорила и говорю, что медитация это потопы молитв. Когда мы настраиваем диалог, либо по методике какой-то мы визуализируем голос, либо настраиваем диалог с Богом, мы прежде всего находимся с тишиной. И только когда мы ее найдем, начинаем шаги действительно понимать, слышать ответы, начинаем делать осознанные шаги уже из тишины, из состояния спокойности. Знаете, когда что-то случается, уже там есть важные методики рассчитать. Посчитайте 10 дней, начать там, подождайте 24 часа, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Важно попробовать и оценить какая-нибудь ликого подойдет. Поэтому вот эта день, переменная с Я, она дает ей работу, так скажем, в грани, энергия. И в то же время спокойное стояние в дереве дает раскрытие сосудов. Нет напряжения мыслей, у нас все мысли и напряжение от того, что мы в голове держим какой-то пакет мыслей. Дарите сейчас, в чашлянии жизни, подобные, пытаются, накладываются, фазмируются в треорг, и они не выпитываются в крови. Я повторяю, повторяю, повторяю. Простой момент, когда мы думаем о том, что мы дерево спешили, у нас корни, у нас нет ног. Но мы не замерзнем, нам вынешно побольше, мы не с подсолнечком не сгорем, мы в принципе осторонимся, за какого-то мы не согласны. Поэтому практика всегда начинается с дерева нелегко, и в моем уме тоже было нелегко. Я долго ждала, в течение часа, когда мы уже были, когда это закончится в ссоре, мы начнем что-нибудь активно делать. Но по мере того, что это все происходило, на разных уровнях со встречи на разных людях было видно, действительно, мы доходили до чего-то трогать, когда эта щетка принимается. Вчера были, вы в день, буквально, один из двух минут, есть какие-то, что такое произошло, что-то, диалог, а у кого-то есть? А может, спасибо. Надо, мы с вами в целом это науку не религий. Это не религий ни конфессии каких-то, ни каких-то направлений. Мы с вами получили задачу «Я Хелик». «Я такое-то дерево». Сегодня я дам напомню, что на дереве, в котором будете стоять, вы думаете только о том, какие у вас корни, какой у вас корни, какие у вас корни, какие у вас корни сильные. Вы чувствуете, какие-то... Вы же знаете, дерево это наше корни, прикольные крепки, сколотовые, будущее для вашей листики. Мы за каждым нужно посмотреть и быть в каком-то таком контроле, где-то таком дистанционном. Есть какой-нибудь еще момент в стоянии дерева? Ну вот я хотела бы сказать, что действительно нет мысли куда бежать, сварить суп, растирать, еще что-то. Суп здесь не надо говорить. Ну я так, к примеру, просто мысли вот каких-то тревожных и вообще в голове просто нет просто дерева. И никто, кстати, был стоять вчера. Я очень рада. Еще какие-нибудь моменты, я видела, полгода подряд и у меня светлана. Светлана, можно сказать, знаете, у меня какое-то было ощущение. Обычно, когда не двигаешься, начинаешь подмерзать, да, вот мы сейчас сидим, лежим, мы чувствуем, мы остыли. Когда я стояла в этой позиции, то я почувствовала, как мне становится жарче и жарче. То есть я ушла на полненную такой энергией, что мне просто, ну, не верю в целой энергии был. Это важный факт. Мы стоим где-нибудь холодно, обычно. Это природа, это же земля холодная, это холодная, это холодная земля, холодная, мы не загрязываем, но очень-то хорошие пенометы, когда нам становится жарко. У нас и соединяется с яй, и в принципе принимает при встрече нашу фикантуру комфортную. Если у нас там 38 комфортно, она будет 38, если нам комфортно 36, и женщина будет 36. Комфортная наша конституция, наша идея ни какому-то общему правилу и стандарту. Знаете, стандарты разные, но для души и все, никак не отдали. Есть такие разные конституции, поэтому это очень здорово. Есть еще что-чем поделиться. Да, я скажу, что-то о том, что у меня было репутинства, я даже не так, что у меня власти и и мне очень легко удовольствие увидеть свои дети на себя будут расследить. Может быть, потому что для меня самая проблема неожиданка, это раненка, и я люблю опять этот расслед, и получилось у тебя. Мы не очень думаем о том, о хорошем, когда нам плохо мы удойдем. Мы сейчас гуляем все по угольам. Классно же, многие гуляют, да, по угольам грушей, гуляемой когитовой кислотой, чистотой, чистотой, свободой, свобода или чистота в природе. А нет загрузок. Смотрим на зеленое, это защита, мы с высшим этим воздухом, мы становимся деревом, мы можем так же делать кислород для самого себя. Еще есть какие-нибудь привыки, какие-нибудь? И от дерева или от того, что я занимаюсь уже сколько дней, мы приехали, я сама мерзлячка по своей природе, но я вчера и сегодня искупалась в море с таким удовольствием, не можете себе представить. Ребята, это эмоция, честно словно. Теплая. Это вообще такое блаженство, я себя не узнаю. Или скорби, он, как мне говорится, надо пошел. И происходит революция, цирка, просто революция. А по-моему, дерево, я не могу представить, что это дерево, мне сложно. Мне нравится музыка, я слышу музыку, я вообще бессмысленно, и просто, просто не станет. Но вы все-таки постарайтесь забереть, выигаяться, выжигая, в порог и раз-таки выросли, дерево-то, в рот, в руки-ки раз, в руки-то, в руки-то. Это, конечно, это с практикой, с опытом, я еще называю, люди из визуализации как-то наоборот, там, говоришь, горячие не обжигаются, вот я жут, идеальная жутка, я все видела. Реально, мы реализировали тут же лед, реально реабилитировали визуализации. Все работает. Это есть. Поэтому, это здорово, чувствуете прилив тепла. У нас что-то раскрылось, освободился негатив, блок. Вы знаете, когда речка затурена, она вот затурена, и все, а там высыхает дальше. А когда мы ее провали, где-то болит, и кто-то повторил на мне первые дни, болела голова, заболела нога, заболела где-то там, вниз, где-то что-то, как-то, не так болячкой, по-хорошему не уйдет. Она будет напоминать себе и говорит, подожди, вот ты не делала, я не болела, но я жила в тебе. В вкусном теле ваше очень хорошо жить. Согласны? Вы вкусные. И болячке тоже надо где-то жить. Но если с ней откажешься, она пойдет искать другое тело. Это мир, это жизнь, это земля. Надо в это понимать. Есть еще какие-то, но в это дело просто нужно. У меня, а у меня в дереве стояло, у меня все прочувствовала, как формы у меня, губа, пошли вверх, потом я вот встречала такое, и смерть в моем дереве. Мне вообще не хотелось, не хотелось не стоять, не стоять, не стоять, не хотелось. Чувствовала вот эту энергию, энергетически этот шаг, хорошо, но не хотелось, чтобы закатился. Хотелось дальше. Если вы соберетесь небольшой путь, вы знаете, что я вас вывела на частный мой или в пол, надо для этого попрактиковаться. То есть, мы на этот феномен выниму, то есть, можно часто настоять и не заметить. Но вы выслабились в нужное время, и действительно, тот эгрего, который здесь сложился, помогает идти огромное расшагание. Нужно сказать, первый, пятый, ну не десятый класс, шестой, а второй класс, с первого до шестого. То есть, второго, третьего, четвертого. Хотели сказать? Да, у меня на протяжении нескольких месяцев мучаю тревожное состояние по началу. Я вообще не буду спать. У меня фонические атаки. Фонические атаки? Да. Внутри машины, властине, внутри машины. Внутри машины. Внутри машины. Внутри машины. Я вот так случилась. Ужала в воде. Началась. Да, тоже. Да. Я вот сегодня первую ночь, вот первую ночь, да, приехал, 25-й ручила, вообще не знаю, мне так страшно. У меня пакет лекарств, два литра, я привожу. Пакет лекарств взяли. Сколько лет? Сколько моментов пакет лекарств? 87. Что же это такое? Пакет лекарств? Ну, именно, я думаю, все, что вот больше, если послези ранее, голова и поэтому заболела. Пакет лекарств есть, надо сего и сего. Сразу я здесь сегодня взяла. Ну, я спокойно, сажив, да, у меня с вами. Выбросите пакет лекарств? Пакет лекарств? А, давай, я на него. Я сегодня ночью где-то просыпаюсь, все-таки, вот третье, мне прямо страшно, в утро, я не могу спать вообще. Сегодня я просыпаюсь, это тоже полтретьего, я жду, когда мне будет страшно. А мне спокойно. Я, 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 я начала свои страхи, ничего, мне спокойно. Я спокойно, все утром, в утро. Даже заимен парень сегодня я рассказывала об этом, что, представляешь, я проснулась, как, ну, так хорошо, мне страшно, мне вообще. Добрый день, что летит уже в родителе, он, я, 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 сделаю, сделайте, мне раскидей, и на склонах, я, 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 хорошо, у него можно еще университет, университет, ставить, посетить все. У меня уши, кстати, я тоже переделала. Уши. Слушай, я утром еще могу посетить, да, университет, слушай. Слышали же, ждет и придет, взяли пакет, лекарства, надо съесть. Ну, это жизнь. Что же, что такое-то? Учитесь так просто. К дереву прислонились, поговорить с ним, заберем, забирайте. Я все не буду говорить, какие деревья отдают, какие забирают. Мне иногда очень важно. Это очень легко просто. Я понимаю, что вы с работы не побежите дереву, не приедете, не пишите грану. Это будет так, что очень временно. Но можно это визуально сделать. Теперь нам можно делать так. Нету еды, это нет денег на еду. Идем просто на ментаре. Идем сегодня пирожки, идем, запоминаем. Потом новые делаем пирожки, и будете так же, красота. Ничего не говорите, все можно визуализировать, все можно делать. Люди в глубокой молитве, когда они постятся, они действительно представляют, иногда идут, и они ей набирают вес. Это реально. Это реально возможно. Приспившись одной яблочкой в районе, тем людям, которые, поскольку не испытывают только, скажем, аскезу к Богу, они напитываются им, а ты яблоко возьми. Это есть. Вы просто, есть люди, чувствуют, понимают, это есть. Это мы здесь, есть короткие, не голодание, слава Богу, я не знаю, или выходим с головой, правильно? Вкусные пирожки. Вкусные пирожки. Вкусные пирожки. Это вообще просто счастье. До сих пор, что ли мы там не в стене лежим, распустите ее. Понятно. Ассоциация. Понятно, есть немножечко, да, я лучше, я думаю, что почему я очень только не влезу к дереву, потому что с себя, как-то, воно как-то входит, и очень, так скажем, сначала кольки вкусные, а потом славится. Согласны? Ассоциация была только с деревом. Я что-то представила, что дятел, ну как в дереве желуче всякое, не суховое, да, и вот дятел долбит дерево, оно терпит и как бы испытывая, ну может быть, вот что оно испытывает, не знаю, а как бы дятел достает, ну как червяков там что-то из дерева, да, из нашего тела боль достает вот негатив. Я вас очень попрошу, все хорошо, но в принципе действительно так, дятел можно достать. Но у вас были такие феномены, как вы в самолете летали, в Пушкина тут и дома сидела, и в воду чем-то начал ходить. Я вас очень попрошу, не уходи далеко. Расскажите сейчас, 5 килограмм, 5 килограмм, вас заданий рядом не было, но вам нужно присутить, попойно вам сказать, здравствуй, до свидания, пусть вы делаете это дело, не уходите. Это феномен, понимаете? Знаете, это вот очень хорошо, мы здесь плакать, а вот если вы знали, что у меня приходит, и как это можно интересно, думаю, как диссертацию слышать, вы, пожалуйста, будьте здесь и сейчас, и немножко иногда фильтруйте, кто приходит. Где-то какой-то фильтр, где-то в какой-то ситуации, наше воображение бесконечное. Где-то дерево, вот такое, корни такие, ствол такой, запах такой, соседи Елене чуть-чуть посмотрели. Не подглядывайте за ходячим деревом, пусть она ходит. Оно будет к вам еленически подходить, вы находитесь, и все. Согласны? Вы что, попробуем? Да. Не знаю. Пожалуйста, под носку, вот эти, под носку можно все делать, да? Это было, что возникновения вас привязывают к другому ситуации, потому что человек, как вы думаете, я слушал, потому что музыка, я приезжаю, а музыки на работе может быть. Ручшенец, скажем, хватит, кто-то, кто-то приезжает, он сказал, можно съездить, а в первом номере. Дерьмо, здесь, мы, на нем, а мы деревом, в городе. Не причастливайтесь к каким-то историям, которые они еще в прошлом. Можно вопрос, а если начинает раскачивать? Скачаетесь, приливаете и скидываете. Скидываете? Это, наверное, надо слушать, да? Ну, это объясняет. Я жду туда вечером, и у нас веками иногда. Да, лучше мне балансы, я вам сейчас не могу сказать.